Как стать интересным собеседником? Как часто мы мечтаем о том, чтобы нравиться всем и каждому. И сколько для этого нужно сделать. Нужно быть веселым, интересным, харизматичным, хорошим слушателем. Список можно продолжать очень долго. Но вот что стоит заметить. Нельзя понравиться абсолютно каждому человеку. Но если понравиться всем и каждому нельзя, то быть человеком, с которым просто интересно общаться, все же можно. Это тоже непросто и требует многих качеств. Но, по крайней мере, это реально. И для этого нужно соблюдать несколько правил. Не будьте занудой. Нам очень сложно понять, что мы скучны в данный момент времени. Ведь каждый из нас считает себя лучшим во всем. Вы рассказываете интересную историю и видите, что люди зевают? Возможно, эта история не так интересна, как кажется. Попробуйте завершить ее и дать высказаться другим людям. Самые харизматичные люди всегда хорошие слушатели. Люди любят говорить о себе любимых, и именно поэтому всегда есть нехватка хороших слушателей. Дайте своему собеседнику рассказать вам о себе. Задавайте ему встречные вопросы. Странно, но люди, которые нравятся нам больше всего, всегда говорят мало. Обсудите интересы собеседника. Эта проблема очень хорошо раскрывается в книге Дейла Карнеги. Узнайте у собеседника про его хобби, задавайте вопросы и обсуждайте их. Вы уже на 80% близки к тому, чтобы понравиться. Если вы хорошо разбираетесь в хобби собеседника, то легко сможете поддержать разговор. Если нет, то расспросите его поподробнее. Он расскажет вам с превеликим удовольствием. Правило трех историй. Людям не интересны функции вашего нового телефона. Что их действительно заводит, так это реальные истории, которые произошли с вами. Драмы и реалити-шоу стали популярными не просто так. Поэтому всегда имейте в запасе три интересных истории, о которых можно рассказать. Эти истории должны быть захватывающими, эмоциональными и привлекательными. Людям должно быть интересно, что же произойдет в следующую минуту. Харизма. В это слово вкладывается так много смысла, что становится сложно понять, что же оно все-таки означает. Кто-то говорит, что с харизмой рождаются, а кто-то считает, что этот навык вырабатывается годами. Но вот что интересно. Исследование, проведенное двумя психологами в 1967 году, доказало, что в разговоре лишь 7% внимания приходится на слова. Остальное внимание собеседник уделяет тону речи и языку тела. Смейтесь, улыбайтесь, будьте эмоциональными. Не забывайте о жестах и не полагайтесь только на слова. Живите интересной жизнью. Общайтесь с интересными людьми. Читайте интересные книги. Люди, с которыми вы проводите время, очень сильно влияют на ваш характер. Нравится вам это или нет? Самый правильный способ, чтобы стать интересным, это прожить интересную жизнь. И поверьте, это даст вам гораздо больше, чем простую возможность быть интересным собеседником. На этом у нас все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok